Синяя ваза, васту корректор западного сектора. Привет, друзья! С вами канал ArtVastu и сегодня мы поговорим, как сделать корректор западного сектора синюю вазу. Смотрите, мы уже с вами делали синюю бутылку, вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, как ее сделать. Этот корректор похож, но его нужно будет делать каждую неделю в течение какого-то количества времени, этому времени уделять, каждую субботу. Очень принцип похож на синюю бутылку, сейчас я вам все расскажу. Он действует на коррекцию отношений, так же, как синяя бутылка, на рабочие отношения с начальником, подчиненными коллегами, на личные отношения с мужем, детьми, родителями и так далее, с государством, налогово-управляющей компанией и прочее. И суды, возникающие по всем вопросам, она тоже корректирует. Что нам понадобится для коррекции? Синяя ваза из стекла, желательно, чтобы это была ваза из синего стекла, а не крашеная. Но в моем случае, возможно, что это крашеная ваза. В любом случае, нам нужно стекло, не пластик. Также подойдет ваза или какой-то кувшинчик из бронзы или латуни. У меня прям кувшинчик из бронзы. Когда-то его заказала, и первую самую коррекцию эту делала моя мама в Геленджике в этом кувшинчике. Он также отлично подходит, и если сравнивать, я даже не знаю, что лучше. Но просто вот это стекло купить, стекло купить легче и дешевле. Бронзу или латунь тоже можете приобрести, а может быть у вас есть какая-то подходящая штучка. Также нам понадобится 7 камушков гальки. Они по размеру должны подходить к той вазочке, что вы подобрали. То есть они должны туда помещаться. Внутри вашей вазочки должно быть такое место, чтобы вам удобно было это туда складывать и каждую неделю там убираться, промывать. Поэтому вот этот бронзовый мне бы не очень подошел. Именно для этой цели я могла бы сделать, раз бы заложить и поставить. Я тоже расскажу, как это сделать. Но чтобы делать этот ритуал каждую субботу, нужно иметь возможность содержимое оттуда доставать, промывать и заново делать каждую субботу. Сколько-то подряд. Сколько у вас сил хватит. Так, значит нам нужно 7 галечных камней, подходящих по размеру. Черный, белый кунжут и 5-7 видов масел. Также можно 1 вид масла, как я рассказывала уже в синей бутылке. У меня будет 5 видов масел. Идеальный вариант, конечно, 7, но 5 тоже хорошо. Так, смотрите, я буду использовать те же масла, что и для синей бутылки. Самое ходовое, самое важное, это у нас кунжутное масло. А к нему вы можете добирать любые масла, какие захотите. Можете прийти в Ашан, выбрать там самые дешевые виды масел и купить. У меня из недорогих вот льняное и горчичное. Оно по цене где-то около 100 рублей я брала в обычной пятерочке. Кунжут у меня будет сразу смесь черного и белого. Вы можете купить отдельно черный и белый. Он вам, кстати, пригодится для волшебной микстуры, поэтому спокойно берите большую фасовку. Так, здесь я показываю, как я очищаю саму вазу и галечку с помощью свечки. Можно также использовать конусы. Ну и свечей просто огнем достаточно. Конечно, я их перед этим помыла, то есть я их еще помыла водой, почистила. А масла, конечно, я не очищаю. Так, и мы обязательно в том помещении, где делаем, должны сделать технику безопасности. Это очень важно. Вам нужно сделать очищение пятью элементами. Обязательно, друзья. Это я уже огребла, я поленилась, когда я сделала эти корректоры и сделала для вас фотографии. Я же всегда все сначала делаю сама, потом только вам передаю. Я не передаю те знания, которые я сама не делаю. И сейчас, чтобы все знания освежить, я сначала заложила у себя одно и другое. Я поленилась делать очищение в помещении пятью элементами. И даже я не уверена, что я конусы поставила. В общем, не очень. Было хорошо, довольно сильно мотыляло. Пожалуйста, не повторяйте мою ошибку. Я торопилась. Очищение пятью элементами обязательно. Обязательно. Можно даже сделать накануне, а потом сделать в этот день. То есть, если в этот день вы будете понимать, что вы будете заняты, окей, хорошо, сделайте накануне. Хорошо, так пройдитесь. А потом в субботу сделайте что-нибудь, что успеете. Также вы можете потом после ритуала сделать. И на следующий день, в воскресенье, можете сделать очищение пятью элементами. Если времени совсем нет, очищение конусами. Можно и конусами, и пятью элементами. Можно взять конус и с ним ходить и очищать вместе с молитвой. Итак, волшебную микстуру перед ритуалом зажигаем обязательно. Без этого просто вообще никак нельзя. Эта коррекция запада, она такая серьезная. И обязательно волшебную микстуру зажигаем в юго-восточном секторе перед началом, перед тем, как делать коррекцию. Это видео тоже есть. Как сделать волшебную микстуру, как ее приготовить. Ссылочку выведу. Также все ссылочки будут под видео. Так, и давайте теперь мы с вами сделаем, заложим саму вазу. Я решила, что у меня будет две чайных ложечки черного и белого кунжута. И теперь я добавлю пять видов масел. Если у вас семь, кладите семь. На свою вазочку я решила, что по одной чайной ложке мне будет достаточно. Все, и наш корректор готов. Теперь я его должна разместить в западном секторе. Проводим мы ритуал в субботу, в день Сатурна, так же, как синюю бутылку. Во время закладки синей вазы вы можете читать мантру или какую-то молитву, что вам ближе. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт или что-то, читайте, вам будет полегче. Размещать в санузле эти коррекции нельзя. Ни синюю вазу, ни синюю бутылку. Вообще в санузлах, даже в ванной, если она отдельная, мы не размещаем сакральной коррекции. Только снаружи. Во всяких гаражах, бойлерных и так далее мы тоже не размещаем. Только в жилых помещениях. И теперь я ее в субботу, значит, разместила. В следующую субботу или в пятницу накануне я эту вазу достану, выну из нее все, что я заложила, все помою, все почищу. И подготовлю для того, чтобы в субботу заложить заново. И так я буду делать сколько-то суббот подряд, на сколько у меня хватит моего настроя. Поэтому, когда подбираете вазу, берите вариант, который вам легко будет вычищать, вымывать. Потому что если вы возьмете синюю вазу, стандартную, высокую, узкую, как вы туда руку будете засовывать, чтобы вынуть масла? Масла это вам не водичка. Это нужно будет все вынимать, промывать, прочищать, протирать, чтобы заново ее собирать. Поэтому имейте это в виду. Поэтому бронзовый кувшинчик в данном случае, если внутри нельзя его, если он так сделан, что внутри нежелательно его мочить и регулярно его там мыть, то и он не подходит. Но если имеется именно бронзовый кувшинчик, мы в тот раз сделали коррекцию так. Мама заложила, масло она положила буквально по одной-две капельки, прям совсем чуть-чуть. И она стояла просто сухая, каждую неделю ее не перезакладывали. То есть вот один раз ее собрали, поставили, и она стоит. До какого-то момента, пока вы не поймете, что там совсем как бы все запылилось, и надо это дело переделать. Вот такой вариант тоже можно, если каждую субботу вы не готовы, тогда просто масел кладите совсем чуть-чуть, чтобы они там не привлекали ни пыль, никаких там насекомых, ничего не привлекали. Вот такой вариант тоже можно, и так тоже будет работать. Если я что-то забыла рассказать, пишите в комментариях. С вами был канал ArtVastum, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok